Дорогие друзья, всем привет! Сегодня немного ресторанных технологий. Поговорим о сувиде. Значит, вот это сувид, это ванночка с водой, температуру которой именно и поддерживает сам сувид. Сама технология сувид подразумевает низкотемпературную, до 100 градусов тепловую обработку в течение длительного времени. В сувиде мы готовим мясо, птицу, рыбу, овощи, морепродукты. В общем, практически все, что подвергается температурной обработке. Значит, здесь у меня 58 градусов, это прожарка медиум, ну, мы знаем, да, в стейках и в мясе. И у меня лежит два кусочка от задней части барана. Я вырезал два куска из задней ноги, и сейчас я буду готовить его с помощью сувид. Значит, я хочу достичь температуры внутри куска 58 градусов. Для барана это нормально, это в курице должно быть все well done. У барана может быть медиум прожарка, причем это будет гораздо вкуснее, чем прожарка well done. Для того, чтобы приготовить сувиде, нужно каждый кусок завакуумировать, для того, чтобы изолировать его от воды полностью. В маринады. А что касательно маринадов, я не использую соль. В процессе приготовления я использую только перец. Для того, чтобы во время приготовления перец ароматизировал баранину внутри вакуумного мешка. Мы все знаем, что баранина имеет свой специфический вкус. Так как мы соль не используем для маринада, потому что она будет лишнюю влагу вытягивать, я предлагаю сделать маринад, который мы добавим вовнутрь. Я беру соевый соус. Это продукт, который можно купить где угодно. Я беру шприц, самый обычный, но мне попался 5 миллилитров. Набираю шприцом жидкость. В моем случае это соевый соус. То есть, почему его нельзя просто налить в чашку? Да потому что я тестирую иглу. Все ли хорошо у нас будет протекать, проходить через иглу? Потому что, если вдруг у нас, не дай бог, игла забьется, тогда будет большая проблема. Вустерский соус точно так же. Только его не нужно взбалтывать перед тем, как будете наполнять шприц. Там есть крупная фракция, осадок выпадает, и этот осадок должен оставаться у нас внутри, ну, на дне бутылки. Да, смотрите, проходит прекрасная жидкость через шприц. Мы добавляем его... Ну, смотрите, у меня получается, что соевый соус где-то 5 миллилитров и вустерский соус тоже примерно 5 миллилитров. Теперь я в соус добавляю воду, но прежде чем добавлять, нужно попробовать. Да, он прилично концентрированный, такой мощный. Здесь 10 миллилитров, поэтому я думаю, что 30 миллилитров я добавлю сюда воды. Одну треть от объема соуса. О, теперь достаточно. Вкус хороший. Смотрите, что я делаю. Я набираю рассол в шприц. И что я сейчас буду делать? Я буду делать мезотерапию нашему барашку. То есть я беру и по всему периметру внутрь накалываю рассол. Для того, чтобы, когда мясо приготовится в сувиде, конечно, мы понимаем, что у барана есть свой специфический такой привкус. Вот чтобы его не было, нужно обязательно мясо солить изнутри. А как мы его посолим изнутри? Ну, либо нужно мариновать его ночь с солью. Тогда соль выгонит у нас оттуда всю жидкость. Весь вкус барана. А так, мы делаем ему мезотерапию. Внутрь поставляем соль с помощью соевого соуса, вустерского, ну, или любого другого, который у вас есть под рукой. Опа! Перец. Ну, я как любитель перца, обильно все это засыпаю. Маленький лавровый лист ломаю на две части. Один пойдет к одному кусочку, другой к другому. Там легкий аромат нам лаврового листа. Теперь вакуумные пакеты, потому что, ну как у нас, сувид без вакуума не может быть. Ну, то есть он может быть просто в зип-пакетах. Но лучше всего, конечно, отправить в вакуумный пакет. Отрезаем кусок вакуумного пакета. Он идет как чулок, поэтому вы можете его запаять где угодно. Очень удобная штука для дома. Если кто-то думает, что вакуумный аппарат – это что-то дорогое, да, они есть камерные, профессиональные, а есть вот такие вот домашние. Такое, не знаю, я его покупал в свое время еще, наверное, на, не соврать, тысячи, наверное, за 2 рублей. Надо посмотреть, сколько стоят бескамерные. Они, конечно, не идеальные, в том смысле, что продукты с жидким содержанием вакуумировать невозможно, потому что начинает идти через горлышко пакета жидкость, и он начинает захлебываться. Но зато вот такие вот всевозможные сухие продукты он очень даже успешно вакуумирует. Ну, удобно, во-первых, для дома. Можно хранить продукты долго. Во-вторых, ну, вот в случае с сувидом, конечно, штука незаменимая. У нас получается 2 куска мяса в вакуумном пакете, который я кладу вот сюда, закрываю, нажимаю. Воздух откачивается. Супер. Классно. Работает. Вот шайтан-машина. Вроде дешевая штука. Работает. Ну, он тут немножко воздуха, конечно, оставляет. За эти бабки, я думаю, что вообще самая идеальная штука. Все, отключился. Оп. Мясо завакуумировано. Ну, пару пузырьков воздуха там осталось. Ничего страшного в этом не вижу. Главное, что оно у нас будет готовиться в изолированном пространстве в собственном соку. Ведь, по сути, что такое асувид? Сувид это кипятильник, который поддерживает ту температуру, которая мне нужна. С точностью до градуса. В общем, опускаем мясо вот сюда вот. И оно у нас остается готовиться, лежать, принимать ванну в течение двух часов. Повара в ресторанах используют сувид для того, чтобы делать заготовки. И для того, чтобы сократить вероятность неправильной прожарки мяса для определенных категорий продуктов. Ну, то есть, стейки премиальные стоят дорого, а рядовой повар не всегда может попасть в ту прожарку, которая нужна клиенту. Поэтому, зная температурную таблицу прожарок, мы просто берем ее и сувидим определенные стейки до определенных прожарок. Medium, Medium Well и Medium Re. Три основные прожарки. Потому что Re можно пожарить от сырого куска. Когда кусок мяса, например, Рибай, прожарка 58 градусов, Medium. В сувиде он приготавливается, и он по всему волокну от края до края весь полностью равномерно прогрет. Когда у нас в холодильнике лежит 58 градусов мяса, тогда повара не ошибаются с прожаркой. Это раз. Во-вторых, если вы знаете, что у вас, например, банкет, так делают повара. Да, они знают, что будет 40 человек. Они просто 40 стейков кидают в сувид, доводят их до нужной температуры, и потом на банкет отдают, просто обжаривают их быстро. Они уже все готовые. Не нужно их там какой-то толще, который тоньше. Безусловно, вы быстро просто решеточку нарисовали на гриле, сразу на тарелку и отдали. Он 100% будет той прожарки, которая вам нужна. Хорошо. Если, например, в вакууме заранее делаются заготовки, и стейки лежат в холодильнике, то тогда стоит дежурный сувид, в котором примерная температура, то есть берут из холодильника, достают, кладут его в сувид, мясо, нагревают в течение 5-7 минут, а потом также обжаривают на гриле и отправляют в зал. Курица получается при низких температурах более нежная и сочная. Овощи приобретают некую такую текстуру, которая не похожа ни на вареные овощи, ни на жареные. Они точно так же сувидятся, а потом обжариваются на гриле и отдаются клиенту. Овощи, приготовленные до 100 градусов при температурной обработке, то, что делает сувид, они гораздо полезнее и вкуснее, чем просто отварные овощи, потому что отварные овощи, как правило, отдают весь свой вкус куда? Правильно, в воду. Здесь же это все готовится очень нежно, деликатно, щадяще. Жесткие куски, конечно, для них нужны там эти всякие голяшки, и так далее, говяжьи. И для них нужно там 18, 20, 24 часа. Но, тем не менее, коллаген ведет себя по-другому при низких температурах. И он превращается в желейку, которую потом просто отрезаешь до голяшки и думаешь, блин, да это же просто райское наслаждение. Как могло такое быть придумано человечеством? Да, сувид придуман уже тысячу лет назад. Тем не менее, он получает распространение не только в ресторанах, но и дома в последние 3, 4, 5 лет. Я думаю, что в последующие 5 лет сувиды будут в каждом доме, у каждой домохозяйки или у гастронома, который любит и увлекается едой. Баранина у нас остается в сувиде при 58 градусах ровно 2 часа. Прошло чуть больше 2 часов, пока у нас баранина находилась в сувиде при температуре 58 градусов, как вот видно здесь на мониторчике. Соответственно, она тщательно прогрелась за 2,5 часа. Внутри достигла прожарки медиум. Теперь осталось дело за малым. Как многие скажут повара, ну я же говорил, что мясо вареное. Нет, оно, его, чтобы придать ему вкус, его ведь нужно обжарить. Не забывайте об этом, потому что именно при обжаривании появляется тот самый вкус, который заставляет нас есть мясо, который заставляет нас, идя по дороге и уловив носом, а где там из форточки выходящий аромат, ты сразу мечтаешь и даже немного представляешь, что же за кусок мяса жарится в этой квартире. Е-мое, как же его открыть? Во! Смотрите, безусловно, какое-то количество жидкости выделилось во время температурного приготовления, но его выделилось не столько, сколько бы выделилось, если я его посолил бы. Во-первых, оно великолепно пахнет. Лавровый лист сразу убираем. Еще раз напомню, ягненок у меня молодой. Смотрите, из этой жидкости можно приготовить соус. Ну, я соус из нее приготовлю потом, а сейчас я хочу показать результат. Значит, сковородку. И как только сковорода хорошенько раскалилась, буквально пару капель масла, для того, чтобы потом можно было его поджечь, чуть не обрушилась, и отправляем мясо вот сюда. Как учил Вильям Похлебкин, перед жаркой нужно было мясо промокнуть полотенцем, но времени нет, нужно быстро все делать. И вот теперь мы можем подсаливать мясо, уже не стесняясь. У меня в солонке соль с жареным чесноком, ну, можно просто обычной солью солить. И, конечно же, вот этот гаджет, который вы видели не в одном ролике, который нам помогает дать вкус баране, говядине, любому жаркому. Так, один кусок уже сам перевернулся, второй мы переворачиваем насильно, потому что он не хочет сам переворачиваться. То есть, видите, до карамельной корочки мы слегка обжарили, чтобы создать вкус. Вот. Ну вот скажите мне, кто после такого вам посмеет сказать, что мясо вареное? Нет, конечно, мясо нужно доводить до вкуса, как и любой другой ингредиент. Поэтому не переживайте, сувит нам помощник, да еще и какой. Главное, чтобы было все вкусно. Все, я вырубаю газ. Кусочки мяса сразу же перекладываем на доску и даем им немного отдохнуть. Соки должны перераспределиться от внешнего края к центру куска. Буквально 4 минуты, 3. За это время, пока дым у меня развеется на кухне. Ну а теперь пора нарезать. Главное взять подлиннейший нож. Смотрите, да это же великолепие. Сочащиеся соками и вы же помните, я добавлял туда соевый соус. Внутри оно слегка просоленное. Нежнейшая баранина. я ее выкладываю сразу на прекрасную тарелку. Смотрите, равномерно одна прожарка без всяких там высушенных краев. Как это происходит, когда мясо сырое, начинаешь его обжаривать. Оно внутри сырое тянется, как нитки, как резинка сверху пересушенная. В общем, ужас. Сувид нам дает возможность приготовить как раз мясо в таком виде, чтобы вы просто и ваши гости пальчики облицали. Великолепно. Плакал твою диету. Это божественно. Это божественно. Не нужно придумывать Америку. Украсили зеленью, все. Подаем. По желанию сбрызнули соусом, посыпали каким-нибудь хрустящим луком, свежим луком, или добавили сюда каких-нибудь обжаренных семян кунжута, добавили соли, перца. В общем, все по желанию. Это базовый рецепт. Я показал, как в Сувиде задняя часть ягненка ведет себя, становится мягкой, нежной, одинаковой по прожарке. После обжаривания приобретает настоящий вкус жареного вкусного мяса, нежное внутри, ну и, конечно, добавки на ваше усмотрение. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комменты, все приветствуется. Я всегда обязательно стараюсь быстро отвечать и будем снимать ролики такие, ну, в которых будут потребности. Приятного аппетита, друзья!